Ку-ку. В общем, что бы ты зачитал? Кадыровские министры и их замы в 50% руны. А за тебя бы я вышла бы. А, выступление Джамбулата. Это веселая тема. В общем, был какой-то съезд или что это, я не знаю, что-то связанное с православием. Я не стал вникать, что это именно. Ну, в общем, на этой сходке выступил Джамбулат Умаров. И Джамбулат Умаров выступил с речью, приблизительно вот подобной речью, как он говорил. Помните, во время открытия этого храма Михаила Архангела, он говорил, что Кадыров, стоя на руинах разбитого Грозного, говорил, что первым храмом Единобожия, который будет восстановлен в этой республике, будет храм Архангела Михаила. Помните его высказывания? Вот примерно в таком же ключе он выступил и на этом съезде. Но в этот раз он полез в историю, попытался прям каким-то гнусным, наглым образом подменить там весь ход истории, взаимоотношений чеченцев с Россией. Говоря о том, что якобы мы чуть ли там в конце 16 века хотели что-то быть в составе России, там какой-то там Акотский, что-то он там. В общем, чушь полная. Суть не в этом. Когда я слушал Джамбулата Умарова, это его выступление, я вспомнил, когда выступал Кадыров, когда выступил Кадыров на открытии мечети в Шали, после этого Джамбулат Умарова вышел в эфир и комментируя то, что Кадыров назвал мечеть в честь нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха, Джамбулат сказал, но мы же с вами знаем, говорит Кадырова, он же легенда. И вот он выпустил голубя, сказал Джамбулат Умарова. Вот сейчас о выступлении Джамбулата Умарова мне хочется сказать. Вот в этом своем выступлении, мы же с вами знаем Джамбулата Умарова, Джамбулат Умаров выпустил своего коня. Это было мощное выступление. Джамбулат, лучше бы ты его, конечно, не выпускал, этого своего коня, придержал бы его, но, к сожалению, ты это уже сделал. Как-то комментировать это, я думаю, вообще смысла нет. Я надеюсь, кстати, что историки, Хасан Бакаев, Руслан Арсанукаев, которые занимаются историческими освещениями, исторических событий, ведут блоги в ютубе, я надеюсь, что они это осветят с исторической точки зрения. Всю ту чушь, которую внес Джамбулат Умаров по поводу Акотского и так далее. Я же хочу лишь указать на одно, так как я не историк, чтобы копаться в этом всем, но я могу одно сказать с уверенностью. Вот героями нашего народа, любимцами нашего народа, являются шейх Мансур Ушурма, Байсангур Бинойский, Гази Мухаммад Гемринский и многие-многие, в общем, другие, Абрек Зелимхан, Хасуха Магомадов, нам можно перечислять, в общем, очень долго. И эти люди, все они стали нашими любимцами, нашими героями, только лишь из-за того, что они боролись с российской экспансией. Только лишь из-за того, что они отдали свои жизни, чтобы мы, наши народы, вообще кавказские народы, чтобы мы не были частью этого государства российского. Именно за это мы и любим этих людей. Именно поэтому мы считаем их героями. Поэтому вот эта вот чушь, которую несет там Джамбулат Умаров, кстати говоря, от этих слов Джамбулат Умаров был в шоке даже этот знаменитый, как его имя? Талгат Таджудин. Вот так вот, вот с таким вот видом он сидел и смотрел, когда выступал Джамбулат Умаров. Видимо, он даже был в шоке от этих слов Джамбулата. А это, кстати, я напомню тот человек, который освещал святой водой открытие какого-то радио, по-моему. Он ходил, чтобы к вам шайтан сюда не заходил, и оплескивал это святой водой. Вот даже вот этот человек, вот с таким вот видом, удивленный такой сидел и смотрел на Джамбулата Умарова. видимо, видимо, был в шоке от того коня, которого выпустил Джамбулат Умаров. А ты знаешь, что водой в исламе освещают водой, над которой читали Коран Аджинов? Говорит, да и Булат Томи. Прям освещают? Тебе надо тоже к этому, Талгату Таджудину, чтобы он тебя осветил. Ты эту кружку с собой носишь тоже, например, в гости или в столовую? Да, я как у Путина, видели, есть своя кружка. Все сидят, пьют чай из обычных кружек, а у него такая с гербом. Вот у меня тоже такая специальная кружка, только вот в ней я пью. Еще одна есть тема, это драка двух полицейских где-то в Кабардино-Балкарии, в Нальчике, по-моему, на какой-то там базе подготовки повышения квалификации для сотрудников МВД, спецназа, что-то, что-то. Короче, собрались, значит, российские полицейские из разных регионов для того, чтобы повысить свою квалификацию, уровень своего профессионализма, чтобы профессиональнее, лучше бороться с митингующими россиянами, с кавказцами, которые просто хотят как-то иначе исповедовать свою религию, иметь какие-то свои политические убеждения и так далее. Вот чтобы лучше, значит, фабриковать уголовные дела, чтобы получше бить этих митингующих, запихивать их в автозаки, им для этого нужно периодически повышать свою квалификацию, это как бы обязательно. И вот они собрались в Нальчике, или где-то в Кабардино-Балкарии для этого, и между Карельским, Карелия, есть такой регион в России, вот между этим Карельским полицейским и Кадыровским полицейским произошел какой-то конфликт, там, слово за слово, не знаю, что они там не поделили, может быть, тот сказал там, «Мое кунг-фу лучше вашего кадыровского кунг-фу», а Кадыровец с этим не согласился, сказал, «Нет, мое кунг-фу круче твоего кунг-фу». В общем, они померились своим кунг-фу, в итоге кунг-фу кадыровца оказался сильнее, и в результате этот карельский полицейский погиб. Он умер, и по факту этого случая было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», по-моему. Ну, естественно, эта история сразу облетела все СМИ, об этом все говорят, но действительно это как бы очень резонансное такое событие, когда один полицейский убивает другого. Причем делает это голыми руками в драке. Здесь, кстати, нужно отметить, что кадыровский кунг-фу, видимо, действительно сильный. Видимо, они конкретно там тренируются убивать людей. Я надеюсь, что этому полицейскому, убившему этого своего коллегу, ему как минимум запретят хотя бы работать в кадыровской полиции, так как если он убил этого своего коллегу, вы представляете, что он там будет делать с пленными, задержанными людьми? Он же опасен. Я думаю, что его нужно, если даже его не посадят, но как минимум уволить и запретить ему, чтобы он больше никогда не мог работать в органах. Ку-ку. В общем, чтобы ты зачитал, кадыровские министры и их замы в 50% руны. А за тебя бы я вышла бы. Ты мне снился, я и клянусь мамой от сна эмоции положительной. Желаю тебе награды от Бога. Спасибо. Ку-ку. Хоза пишет. Хоза мафиоза. Салам Тумсо. Правда ли, что управление ФСБ по ЧАЭР действует в Чечне самостоятельно и не под контроль на кадырову? Салам Хоза. Да, конечно, это правда. ФСБ это тот орган, который не под контролем кадырову. Ну, это было бы странно, если бы этот орган отдали бы кадырову под контроль. Это как раз тот орган, который... Ну, как бы правильно сказать. Не то, чтобы он контролирует кадырова, но это тот орган, который следит за всем тем, что делает кадыров, регулярно, да, на постоянной основе, докладывает, куда надо, что он делает, как он делает. И это вот те люди, которые, когда надо будет кадырова за своим отцом, например, отправить, допустим, вот это сделают именно они. И, конечно, должен быть в республике тот орган, который на такой случай, как бы, выполнит свою работу. Управление ФСБ по республике, они постоянно меняют там руководителей, то есть они делают все для того, чтобы кадыров не взял этот орган под контроль. Допустим, если, ну скажем, руководитель, задержавшийся там много лет, понятно, что он обрастет какими-то связями, у него будут какие-то контакты с кадыровым, и возможно, что кадыров будет иметь уже на него какое-то влияние, там, будь то деньгами, чем угодно. И они, я так думаю, чтобы избежать подобного, они постоянно меняют там руководство. В общем, это, конечно, контролировать этот орган он не может. Субтитры создавал DimaTorzok